Поймали непонятное чудовище. Вот такое у него лицо, вот такой рот. А еще у него второй рот, почему-то вот на пузе. И вот такое вот чудо, хребет. Ну-ка покажи его сбоку. Никто не знает, что это за чудо. Икра, что ли. А лицо какое-то, как будто пришелец. Вот что это такое, а? Никто не знает на берегу. Мы в шоке. Не знаю, власть Тихого океана пока еще никаких комментариев не давали. Но я, собственно говоря, их еще не спрашиваю. Я буду вам сообщать новости. Это досранец. Уже съел гольца во вкладыше. Рвет садок. А сижу на дереве. Где люди? Сука не может садок прорвать. Да, а я думал на это, вчера думал на это дерево не смогу залезть. Вот он. Маленький, но все равно зверь. Да, когда же люди придут, во сколько на дереве сидеть. Вот демон. Так что вот так вот лесные жители променяли свою лесную вольницу на местную свалку. Вы при союзе всех нас бздили. И нынче бздите, россиян. Да на приборе мы вердели дырявый мок ваш и пхень-чан. Горька! Печень, печень! Безбежение! Вот же они еще! Туда, туда, туда! Ну работай! Залишение! Горька! Да, да, да! Да, да, да! Да, справа, справа! Шаг! Безбежение! Красавец! К реке подошли два человека. У берега была лодка, способная выдержать только одного. Но тем не менее, оба человека смогли переправиться на другой берег. Как? Давайте только вот сейчас без гуглости и сами пишите, как считаете нужным. Я думала очень долго. Отгадала. Девушка, вы не знаете, как проехать туда, где резиновые сапоги продают? What are you talking about? Еще и матом ответила. Но есть и плюсы. Допустим, все машины тут иномарки. Очень круто. Короче, если вам нравятся мои видео, высылайте деньги по факсу. Номер факса внизу написан. Пока. Ты меня уже достала, б***я! Суча! Игра! Итак, что это такое? Это снаряд для животных в цирке. Они выступают, собственно, с этим снарядом. Вот так его крутят, по-видимому. Ну, мини-хула-хуп, что-то в этом роде. Такое мини-мини-мини-мини. Такое мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини После года нового был искусственен. Алло. Алло, здрасте. Здрасте. Это у вас Лос-Каменный Гусэга, да, разбор? По марку? Да. У нас не разбор, у нас контрактные двигатели и коробка. Да-да-да, контрактные двигатели. А этот, на Ниссане, это... А кто я Ниссан? На Ниссане есть у вас на Ниссан? Какой Ниссан? Что нужно на Ниссан? Типа мини-вен, я забыл имя. Это у вас имя у Ниссана, Марка. Что нужно-то на Ниссан? Двигатель, коробку? Двигатель, двигатель, двигатель. Объем какой? Год какой? 1942 год. Объем двигателя какой? Двойка. СР-20? Двигатель СР-20? Не знаю, брат. Я не брат, меня Настя зовут. Давайте вы узнаете, завтра в рабочее время перезвоните, ладно? Хорошо, Настя. Амар, да, салам алейкум, брат. Только свой этот фонарик включил, брат. Вижу, от тебя столько пропущенных. Вчера, позавчера было. Чем могу быть полезен, братишки? Амар, алейкум, ассалам. Не, нормально, поздно уже, меня отпи***ли. Все нормально. Ты что, не русский, говорит? Слушай, вот если ты в Москве так будешь ехать, да? И на перекрестке тебе какой-нибудь мужик скажет, что ты приехал сюда, чурка, что ты скажешь? Я скажу, я завтра уезжаю. Что они такие? Они? Они хорошие. Они будут у меня ночевать. Бля, мужики, заблудили. Видно, пока кружили, не поняли, в какой стороне, куда этим надо, чурка, твою. Прибежал к нашему, в какой стороне Актюбинске. Курсанты, что ли, с Актюбинского угнали? Ёбан, заблудиться. Как заводиться совсем? Это лучшее, что могло придумать Министерство обороны. Пожалуйста, товарищ офицер, справочник офицера к осмотру. Карманный. Итак, чтобы убедиться, показывал. Справочник офицера. Карманный. Представьте, каково было мое удивление, когда внутрому придя понадобности, естественно, снять деньги, я увидел, что банкоматы оборудованы видеокамерами. И каково было мое удивление, что видеокамеры смотрят непосредственно на секретную панель. То есть на панель, откуда вы вводите самую сокровенную информацию, которая должна быть доступна только вам лично и нескольким людям в Сбербанке, которые, в принципе, оформляют этот пластик. Вот человек снимает деньги и наверняка не понимает, что за его манипуляциями следит кто-то извне. А потом мы удивляемся, откуда у вас списываются денежки. А Сбербанк, конечно, ни при чем. Купили рис для плова. Насыпаем рис на плитку. Рис настоящий, должен твердеть, становиться коричневым. Рис из амбара плавится, дымит, становится мягким. А если мы его подожгем, он очень хорошо горит, превращаясь в какой-то странный попкорн, раздуваясь и коптя. Здравствуй, Дальнегорск, китайский пластиковый рис. Дальнегорск. Грустец. Вот она. Положила бошку немножко и подношу к огню. Посмотрим, что случится. Вот смотрите, он горит. Посмотрите, что происходит. Он горит реально синим пламенем. Боже мой, мне лично уже страшно. Капец, даже что же такое мы употребляем с едой. Посмотрите, он горит синим пламенем. Ужас, он хоть не взорвется сейчас? Я даже не знаю, стоит ли вообще покупать какой-либо рис вообще у нас. Ну, приступим. Приятного аппетита. Папа, а Витя спит. Новосибирск, 62 февраля. Подождите. Да подождите вы! Кто хочет поработать? Витя спит. Витя спит. Витя спит. Ну, как тет, хорошо? А, ну, неплохо. Вообще вот так вот не плохо. А так какого раз? Ну, такой же, правда? Дядя Петя, ты дурак? Послушай меня, Минздрав. Пьяным, которые пришли догнаться. Надо водку выдавать бесплатно, чтобы он дошел до верной дозы и прилег. Дайте людям ужираться и угомониться. Это законное право гражданина Российской Федерации. Профессор, иди сюда, выпей с нами. Ну, сколько можно пить тебе? Только утром плохо было. Так вот наши продавцы работают. Магазин Любава. Слушай, переведи Сигулю сюда. Да тоже, да. Она так не это. Она же не пьет. Перестань бухать. Иначе я буду к тебе очень часто приходить. Ты меня понял? Да, да, это говорю я. Твоя собачка. Позже я превращусь в белочку. Это русский после Нового года. Не будь таким. Русские не бухают. Видел? Будет стоять до 23 февраля. Видела? Будет лежать до 8 марта. Видела? Будет лежать до 8 марта. Ура! Давай! Давай! Еле-еле-еле! Газу! 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 Ура! Давай! 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 Подведи, дорогая! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гаезд сдох. Газель сдохла. Приора, б***ь, все выведет. Так, вот так у нас работают дворники. Дворники, двигатель отказал. Тяги все раздолбались. И вот моя женушка сидит. По такт музыки работает. Надо интенсивнее. Сейчас КамАЗ проедет. Вот так. Вот, вот. Алло, девушка, это рисует гарантия? Да, вы мне звонили по поводу полиса, каска. Да, решил брать. Да, буду брать. Ну вот и все. Так что, если у вас случилось такое горе, не отчаивайтесь. Звоните к нам. Мы приедем, откроем вам дверь. Вот такая, брат, дорога в России. Иди первой, я тебя помою. Неудивительно, что она все в хату течет. Водопад? Да, пусть течет. Это деревянный кол. Вот это вот. Они в дырочки забивают колышки. У нас такой ремонт. Эта труба, она вся в заплатках, вся в хомутах. Давным-давно, каждый год приезжают дяди с умными рожами. Что-то пишут в блокноты и ни хер не делают. Вот это все, вот это все заварено. Вот это колышек у нас. Вот. Я не думаю, что она вампир похожа, вот это вот. Вот. И дальше такая же точно хер не. Ну, я на следующем. А что же это за учреждение такое? Вот. Так это судебных приставов. Вот это напили кофе. Наверное, постановление понавыбрасывали. Первый человек, гражданин СССР в нашем городе с номерами СССР. Скоро в нашем городе будет налажена работа структуры ГАИ СССР, чтобы граждане СССР ездили с такими номерами, с правами, с удостоверениями на машину СССР. СССР живет. Хочу обратиться к пионерам. Задумайтесь о своем физическом состоянии. Вот прям сейчас отключите свой персональный компьютер и отожмитесь 50 раз. Хотя бы 50 раз. Не получилось? Можете смело брать свою электронную вычислительную машину и выбрасывать ее в форточку. И так далее. Не сдал ГТО, не поиграл в ГТО. То же самое Контра-Страйк. Нравится бегать и стрелять? Мы вам это устроим. Хватит гулять. Пора.